Здравствуйте, с вами Руслан, и сегодня мы с вами нарисуем за один сеанс небольшой портрет. Естественно, в первую очередь мы делаем компоновку, размещаем где что будет находиться, и стараемся заполнить все пространство. Естественно, что мы все этапы прямо не будем соблюдать, у нас что-то наподобие подмалевое, но с беливым. И при этом ко всему, да, как естественно, мы заполняем массу, то есть мы стараемся найти, где что будет находиться, и по тону стараемся попасть. Желательно сразу и по цвету, ну и показываем сразу объем, каким образом, где светлее, где темнее. Таким образом мы, в принципе, и прорабатываем наш портрет. Выделяя нос и глазницы. Также нельзя забывать про волосы, ну и в принципе про окружение, то есть фон. Его нам будет потом заполнить. Сейчас прорабатываем немного глаза, то есть мы покажем, что они здесь будут находиться. А вот что дальше будет, посмотрим. Также и нос, и губы, и все остальное. То есть с фоном из чего-то надо исходить. Мы набрали массу, теперь должны сделать небольшой рисунок, который нам будет способствовать продолжению работы над портретом. То есть мы все равно идем от обобщения к детализации. Также не забываем и про уши, и про одежду, как я и говорил, и про фон тоже. То, что фон мы потом тоже будем заполнять. Дабы потом его не мучить, не трогать вообще. Сделали и сделали. У нас портрет за один раз. Все. Поэтому сейчас потихоньку прорабатываем, показываем, где шея находится, не просто одной линией, а именно, как здесь затемнили. Они потом будут иметь разницу. Потому что, опять же, голова, лицо, на него чаще попадает больше света, а вот на шею попадает уже тень от головы. Поэтому оно будет, скорее всего, темнее. Также и волосы мы немного их сделали темнее. И вот, наконец, мы прорабатываем фон. Фон добавим немного холодного оттенка. Зачем? Для того, чтобы был контраст. Ну и живопись была разнообразная. А зачем нам нужен контраст? Для того, чтобы был акцент. Чтобы мы могли фокусировать свое внимание лишь только на портрет. А все остальное для нас становилось нечто непонятное. Что вроде да, но нет. Таким образом, будто ночью взяли и зажигли спичку. Так и портрет наш будет мелькать красиво и привлекать на себя внимание. Все из-за того, что у нас холод и тепло. Портрет весьма по-своему холодный из-за белых оттенков. Но при этом ко всему намного теплее, чем фон и пиджак. И вот мы уже набрали массу, где будут волосы, какие будут волосы, какая одежда, какой фон. И какой примерно портрет и даже характер. Мы даже подбираемся потихоньку к характеру. То есть мы в первую очередь смотрим на конструкцию, на объем, на материальность. А потом уже на характер. Но при этом ко всему мы все равно стараемся каждым мозгом показать именно характер девушки. На носу была линия, которая вроде как детская-детская, но мы от нее немного отводим. То есть как в рисунке сделали небольшой контур. И от этого контура отводим штрихи, чтобы как раз таки убрать этот контур. Но подчеркнуть сам силуэт, который нам нужен, зачем мы его делаем. И таким образом потихоньку прорабатываем. Минус, когда портрет должен готов быть за один сеанс. Раз-два я должна быть готова. Но, если мы так долго будем практиковаться, легкие, обычные, простые портреты в день по несколько штук, то будет намного круче, быстрее, легче их писать, так еще и на несколько уровней выше, чем когда ты пишешь за несколько сеансов. Что весьма стимулирует, чтобы позаниматься, чтобы потом не париться. Классно же. И вот, вот эту жалобную часть мы должны изучать. И понимать, что здесь бровные дуги есть, как бугорки небольшие у любого человека. Просто у кого-то меньше, у кого-то больше. Это надо учитывать в плане характера. Конечно, характер, безусловно, важен. Характер – это черты лица человека, чтобы он был похож на самого себя. Естественно. Но, в первую очередь, мы должны научиться в принципе писать портреты, понимать, что это такое. Где какая структура, где что находится. Научиться передавать объем, а уже потом характер. Так всегда тоже говорят в академиях. Сначала вот объем, построение, компоновку. В первую очередь, именно компоновка. Потом уже все остальное. Но зачастую бывает такое, что забывают потом студенты про характер. И смотришь, вроде бы, в принципе, неплохо, только ни хрена не похоже. Это, конечно, глубочайший минус, но как-то они его легко переживают, не страшно. В данной ситуации нам тоже так сильно характер пока что не нужен. То есть мы должны его со временем тоже научиться ловить лучше. С первого раза. И это будет, если мы будем уделять ему время. Вот тому, чему мы уделяем время, естественно, оно и растет. Как в игрухах, да? То есть мой свой опыт там можно перекидывать на то или иное умение. Здесь то же самое, только внимание. Вот на что твое внимание направлено, то и потихоньку у тебя улучшается. Если мы, естественно, не будем только структуру улучшать, то структура у нас будет крутая, крепкая, хорошая, но ни хрена не похожа на оригинал. А если постепенно все улучшать, то, естественно, портрет будет очень красивый, похожий, со структурой, объемом, с материальностью. То есть все зависит только от того, на что внимание направлено больше всего. И вот в плане тренировок можно брать небольшие размеры и потихоньку-потихоньку прорабатывать. И опять вот тоже очень часто говорю, главное идти по форме. Почему? Почему главное идти по форме? Потому что это помогает показать полностью объем и фактуру. Каждую косточку, то есть каждый мазок есть сколы, мышцы, мышцы лица, что-то еще. То есть мы таким образом и показываем полностью весь портрет. И не надо будет потом стараться размазывать вот бедные первокурсники или те, кто только начинает портрет, они стараются размазать и превратить все в одну массу. Это неправильно. Ну даже здесь сейчас, конечно, размазываем, но только там, где нужно. Мы должны понимать моменты. Где надо, а где не надо. И поэтому в первую очередь в начале, чтобы просто на все привыкнуть, не надо. Надо просто брать и мазками, мазками, мазками по форме, по форме. Так, чтобы мазки прятались. Да, кажется не очень, но на самом деле портрет будет намного живее, интереснее. Ну а в дальнейшем, еще где надо подмажете, будет как фотографии. То есть все в зависимости от опыта. Но в начале нужна хорошая дрессировка. Как бы это ни звучало. Чтобы просто понимать структуру объекта. То, как работает, как рисуется. И почему так надо делать. Именно так. То есть, пока осознание не придет, почему мы так рисуем, то дальше двигаться смысла нет. То, что это садь против ветра. То есть, мы будем спорить, что так неправильно. А мы должны понять, почему, и попробовать. И принять уже, и не принять уже ваше дело. Но понять. Это самое главное. То, что зачастую, в первую очередь говоришь, это структура. Кости, объем. Потом уже, возможно, фактура. А вот потом только характер. А мы вначале стараемся сделать безумно похоже. Но при этом без костей, без нихрена. И все очень страшно выглядит. Вроде похож, но лучше был бы не похож. Вот ей-богу. Ну зачем? Фу-фу-фу. А потом убегаем и забываем про характер. А ведь художника портреты кормят. А надо, чтобы было похоже. Поэтому про характер нельзя забывать. Но и увлекаться тоже не стоит. Вначале особенно. Вначале надо научиться красиво компоновать. Сделать построение. А уже после этого. Объем. После объема материальность. А вот только после материальности научиться красиво попадать. Естественно, это все надо гармонично вплетать. То есть, одновременно и то, и то подсматривать, смотреть и улучшать навыки. То есть, не заниматься сейчас только одним, потом другим. Нет. То есть, просто в плане первостепенно большего внимания требует вначале, например, компоновка. То, что без компоновки, какой бы портрет красивый не был бы, извините, он будет херовый. Потому что будет некрасиво поставлено. В плане, опять же, компоновки фотографии и картины, тут немного разницы. То, что, например, на фотографии мы можем бошку так резать, а вот на картине нельзя, нельзя так мучить людей. Вот данная компоновка весьма хорошая, что поворот головы у нас в ту сторону идет. Поэтому здесь больше воздуха, опять же. Что очень хорошо помогает нам показать красивую компоновку, чтобы смотрелось хорошо. Здесь немного воздуха, но ничего не срезаем. Некоторые части у нас показаны. Это красиво. Вот пример хорошей, примерно, компоновки. А вот если бы мы так срезали бы, то нет, это уже было бы для фотографии классная компоновка, но не для картины. Хотя, наверное, мы и так компонуем, но чисто классически, то как-то так. И не забываем идти по форуму. Пускай у нас сейчас портрет будет чуть-чуть такой немного размытый, но за один сеанс, е-мое. Тем более потом, когда уровень рука вырастет, так и вообще будет классный портрет. Конечно, ближе к концу люблю, но все ж. Люблю делать блики на глазах. Они безумно важны. Но прежде чем блик делать, надо чуть-чуть добавить глазу еще и цвет. Его, может, едва не видно, тем более она через этот фотоаппарат, через камеру, да. Но в живом есть оттенок, который делал блеск. Естественно, в этом глазике мы делаем его более приглушенным. Почему? Потому что этот глаз ближе и тем более в тени. То есть такие моменты мы сразу должны учитывать в плане тона. Что светлее, что темнее. И сравнивать, насколько этот тон светлее, чем этот тон. И опять же показываем. Свет, тень, свет, тень. Самое главное, свет, тень. Все время сравниваем и подчиняем. В плане тона мы должны научиться подчинять одному. Самому светлому и самому темному. Хотя бы одному из них начнем подчинять все, то все станет на свои места. То есть мы должны найти самое темное и уже от него отталкиваться. Или, например, самое светлое и от него отталкиваться. Что оно будет самое светлое, все остальное будет темнее. При глушении. Так же и по цвету. Самое яркое, самое теплое. Или самое холодное. Все остальное будет теплее, холоднее. Таким образом мы делаем тоже своеобразный акцент. Вот, заметьте, наш портрет, он очень теплый вместе с волосами. Вообще шикарный в этом плане. А вот фон у нас холодный. Даже одежда холодная. Это нам помогает делать акцент. Ну, мы примерно приближаемся к концу. Потому что, опять же, это работа за один всего лишь сеанс. Много смысла нет. Единственное, что когда оно высохнет, можно будет еще пройтись, доделать, да и делало. Но, в данной ситуации у нас задачи, портреты за один сеанс. Как? Кто-то воюшно, я бы, грябанная карта. За одного добавил. Раз, два, три, раз, два, три. И, ну. За один сеанс. Поэтому мы сейчас небольшие детали доделаем, кое-что акцентируем. А, у меня небольшие. Вытаскиваем некоторые детали. Добиваем портрет, по сути, до конца. И уже будем завершать. Потому что смысла нет. За один сеанс, думаю, хватит. А кто хочет, потом может просто догладить, добить портрет деталями. И сверху, где надо, что подправить. Вот так вот. Вот. И оказалось, что самая яркая у нас сережка. Ярче, чем блик на глазу. Офигеть. Вот. Так же не забудем про уголки. Как же мы без уголков, да? Слегка белым цветом набрали. И вот здесь подрезали вишню. Что должно быть небольшое, все-таки уголок. Как мультфильмы делают. А в мультфильмах не зря так делают, опять же. Мультфильмы рисуются с людей. Просто на всего. Каждая эмоция доводится до крайности. Вот. И в принципе у нас все уже есть. Может чуть-чуть мышцы шеи показать, что она вот здесь идет. И проходит по гору под немного наклоном. Вот так. Включится. Все. И тени, 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 тени. Один сеанс. И вот. Что примерно выходит за один сеанс. Если еще поработать, то хотя бы недельку будет намного круче. Можно сравнить даже. Продолжение следует.